Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал «Потовим просто и вкусно!» Всем любителям алого тортика посвящается. Сегодня хочу угостить вас вкусным и ярким рулетом красный бархат. Это идеальное сочетание сладкого с кислым. Рулет получается невероятно вкусным и феерически красивым. Невероятное сочетание сладкого шоколадного бисквита и малиновой начинки – это просто взрыв вкуса. Начну приготовление с малиновой начинки. Для этого мне понадобится 150 г малинового пюре. Пюре необходимо подогреть до 40 градусов, ввести 30 г сахара и 10 г кукурузного крахмала. Постоянно помешивая, довести до кипения и загустения, а затем дать остыть до комнатной температуры. Теперь готовлю бисквит. Смешиваю все сухие ингредиенты. 120 г муки, 1,4 ч.л. соли, 5 г разрыхлителя и 10 г какао. Все очень хорошо перемешиваю и занимаюсь жидкой частью бисквитного теста. В емкость разбиваю 4 куриных яйца, добавляю 90 г сахара и взбиваю до пышной массы. Добавляю частями сухие продукты и каждый раз все хорошо перемешиваю. В конце вливаю 35 г подсолнечного масла без запаха и добавляю 1 ч.л. красного пищевого красителя. Еще раз хорошо перемешиваю. Готовое тесто выливаю на противень, застеленный пергаментом и разравниваю, чтобы толщина готового бисквита была более-менее одинаковой. Отправляю выпекаться в заранее разогретую до 170 градусов духовку минут на 10. Тут главное не передержать бисквит в духовке, иначе он станет очень плотным и сухим. По готовности пласт бисквита накрыть вторым куском пергамента, перевернуть и снять тот пергамент, на котором выпекался. Свернуть в рулет и дать остыть. Теперь готовлю крем. К 200 г холодного сливочного сыра добавляю 40 г сахарной пудры и вливаю 80 г очень жирных, а 33% холодных сливок. Миксером взбиваю до плотности. Дальше самая простая и быстрая сборка. Крем ровным слоем распределяю по бисквиту, немного оставляю для украшения рулета. И с одной стороны выкладываю малиновое пюре и сворачиваю в плотный рулет. Из оставшегося крема с помощью кондитерского мешка и абсолютно любой насадки отсаживаю цветочки и посыпаю бисквитной крошкой. Если есть свежие ягоды малины, можно их тоже добавить. Например, положить в серединке кремовых цветочков. Кстати, если не хотите делать с малиной, малину или малиновое пюре можно заменить на клубнику, вишню или абсолютно любую ягоду, которую вы любите. Готовьте, экспериментируйте и у вас обязательно все получится. Приятного аппетита и до новых встреч на канале Готовим Просто и Вкусно! Субтитры подогнал «Симон»!